В этот день, 28 июля в 1876 году, генерал Михаил Скобелев отправил свой отряд против Абдулдабека, сына Аланбек-Датки. Скобелев до начала экспедиции 21 июля отправил письмо Абдулдабеку. В письме ему предлагалось сдаться. Решивший разгромить до конца непокорных кыргызов в ущелье Джанрык, Скобелев подготовил сильный отряд. Сражение продолжалось целый день. Генерал приказал брать укрепление штурмом. Также в этот день, в 1928 году, фрунзенский городской Кенеш выделил участок для строительства аэродрома. Впоследствии первый аэропорт в стране был основан в 1933 году в селе Попеновка, около Бишкека. Костяк первого кыргызского авиаотряда составляли три самолета У-2 для обслуживания нужд сельского хозяйства. 28 июля в 1586 году в Англию впервые были привезены клубни картофеля. Поначалу картошку считали экзотическим цветком. К себе на родину ее завез англичанин Томас Херриот из Колумбии. Англичане считают, что именно они первыми распробовали вкус картофеля и сделали его достоянием европейской кухни. А в 1858 году именно в этот день отпечатки пальцев впервые использованы в криминалистике. Идентификация по отпечаткам пальцев на сегодня самая распространенная биометрическая технология. По данным доли систем распознавание по отпечаткам пальцев составляет 52% от всех используемых в мире биометрических систем. В этот день в 1984 году открылись 23-е летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе. Первые игры проходили здесь же в 1932 году. Талисманом летней Олимпиады стал орленок Сэм, нарисованный художниками знаменитой компании Walt Disney. Он стал национальным символом США, выражающим стремление к свободе. 28 июля в 1929 году родилась Жаклин Кеннеди. В 60-е годы американцы считали Жаклин Кеннеди своим национальным достоянием. На посту первой леди она также запомнилась своим вкладом в искусство и сохранение исторической архитектуры. Сегодня свой день рождения отмечает Щирин Айтматова, экс-депутат Джогург Кеннеша Крыгойской Республики. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова